Ах, черт, мы снова идем. Да, раз и два. И он не боится бы у деталей, вроде как. Да, не боится бы у деталей, значит нам от пыли его прочистить нужно. От пыли прочистить нужно, поменять ему оперативочку и пожалуй все, вроде как там вирусов нет. Вот, будет все красиво и замечательно у нас сегодня. Давай выдавайся, тварь. Нужно еще заднюю крышку снять, чтобы тут видеть, что в пыли. Все, все замечательно. Это убрал, это убрал, это сюда. 16 гигабайт одной планкой, 2666. А мы поставим две планки по 8 с повышенной частотой, потому что мы можем себе позволить... Да, это нахер. А мы поставим 3600 и будет люто, будет жара. Поехали. Задняя часть. Так, смотрим. Планки памяти, пыльный, HyperX хочет. Все, вирусов значит нет, значит все отлично. Мы это сдаем. У нас все прекрасно, замечательно. Я так и не понимаю, в чем была проблема, но они все починили и даже внутри почистили. Так в смысле не понимаешь? Ты сам написал, что планки памяти почему-то очень хрупкие. Это хорошая, хорошая история, почему ты не понимаешь. Мы добавили следующий комплектующий AVJDG86 Full Tower. Окей, AVJ, 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 страшная приблуда. Невероятно страшные корпуса. Digiday пишет нам в собакоклассе gamermarketplace.com Старые игрушки, привет, очень внезапно. Я знаю, но я старые игры коллекционирую. У тебя не завалялась парочка? Ты же вроде в IT работаешь, у вас там по кладовкам по-любому куча коробок с дисками стоит и пыль собирает. Если есть, то я бы купил. Так-то они ничего не стоят, знаешь ли, даже цены гуглить смысла нет, потому что их никто не покупает, кроме меня. Вот такой я щедрый и сентиментальный человек. Ага, готов даже расстаться ради них с небольшой суммой. Просто черпни, если вдруг найдется, не надо ничего про них искать. Просто поскидай все в коробку, и я ее возьму за десятку. Переплачиваю, конечно, ну ты вроде хороший чувак. В общем, да, глянь, пожалуйста, только не в интернете, там цены неправильные. Кто-то хочет подурачиться и выставляет неадекватный прайс. Ну ты знаешь, как делать, жду ответа. Дэйв, цифра Дэйв Олдман. Да-да-да, знаю ее, за десятку коробку игр хочет купить, потом за 100 баксов каждый будет продать. И где у нас игры? Тут хлеб. Тут что-нибудь, какой-то энергос. Конфетки, желейные мишки, походу. Почему они разбросаны на диване? Азот. Чуть не сказал ашот. Ну азот, азот, конечно же. Процессоры. Братан, у меня тут дисков нет, хочешь азот, возьми вот. До хрена азота, я не знаю, зачем мне столько. Я экстремальным разгоном не занимаюсь, поэтому да, поэтому да. Вот могу тебе вот в эту коробку все закинуть от калинка. 50 баксов в корпус и еще, не знаю, и тысячу за вот эту бочку с азотом забирай. Все будет красиво, выбросить. Гус хх.фалтернет.сс апгрейд памяти. Вообще он немного потупливает, может срам нашаманить что-нибудь. Спасибо, Гус Хэмхоу ПС. Передумал насчет того вердикта, мужик однозначно невиновен. Чем тебе там? Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Чтоб тебя в двухканальный режим Все запихнуть Так, Hooper Hooper X 2480 стоит У тебя бюджет 140 Если я беру за 80 И поставлю тебе вот эту Это 27, как раз нормально Там выходит 107 долларов Все вместе, нормально Принять Лоррейн Мартели, собакопростенький Гейминг.gov.uk, привет, чинишь пока? Привет, окей, там просто починьте все Я вообще не понимаю, что не так, помогите Оказалось, сегодня экраны больше не включается Можете попробовать починить одну деталь Я думаю, этот центральный процессор Выглядит очень простенько Может, плетеный фиолетовый кабель поможет? Сможете в темпе вальса сделать Центральный процессор, да? i7-8700 У меня есть i7-8700 Он БУ, правда Ты как к БУ относишься? Ты неплохо относишься к БУ Угу 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 Ну если что-то еще нужно будет, да закажем Ладно, давай Принять Элисон в Еркури Солака Амьеркури Дизайн Точка ТВ Запрос на апгрейд Здоровенький Булы Пока уже старичок Важный момент Нужна производительность Хотя бы 7237 Мне нужно 16 гигабайт рам Поскорее, пожалуйста Самое позднее 30-е 0-4-е 18-е число Через 3 дня Можно гибкий зеленый кабель туда Я понимаю, что бы удешевлено Мне такого добра не надо Надеюсь, вы поможете Амьеркури Амьеркури Дизайн Так 3D Mark 7237 Рам 16 гигабайт Мы тебе добавим Вот такую же HyperX Fury На 3466 МГц Это у нас 3466 МГц У тебя она на 8 гигов? На 8 Мы берем еще одну такую Так, 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 так Видеокарточка У тебя Vega 56 Да Просто у тебя мощный Но Vega 56, конечно Не самая сильная Видеокарта Vega 64 А, это ЕКВБ Vega 56 ЕКВБ Вот 4365 Может и 1080 взять одну Слушай, и типа мозг Не делать Так, мы тебя потратили 128 долларов Правильно? Правильно Мы возьмем тебе Предпочтений нет По Брендам В таком случае Как бы Вот тебе Asus За 700 бачей Блин А вообще мы можем Еще две планки памяти Тебе накинуть И будет 32 гига Будет вообще Адово круто Принял Так Кобелечки Потихоньку Кобелечки Нужно скупать Потому что Да Вот эти все Самые дешевые По 100 бачей Купил По 200 Остались Давайте так Раз Раз Два Три Есть Такая Доставка На следующий день Готово Красиво Значит Я сказал У нас сегодня Неделя брака Брака Не брака В плане Бракосочетания А брака В плане Брака Компьютерных Комплектующих И Наткнулся На весьма Интересное Видео Канала Про Хайтек Я даже Оставлю Ссылку На него В описании Потому что Те Кто Увлекаются Компьютерами Или кто Хочет Произвести Апгрейд Я Искренне Искренне Советую Вам Ознакомиться С данным Видеоматериалом Он очень Полезен Вот В общем Как принято Называть Ведущего Из канала Про Хайтек Одного Из них Борода Борода В общем Рассказывает Что Погодите Сейчас мы Так вот Вот сюда Пойдем Что Многие Производители В последнее Время Ввиду Непонятных Каких-то Ситуаций Ну Мне кажется Он этого Не озвучил Потому что Потому что Потому что Возможно Не хотел Именно это Озвучивать Но Мне кажется Ввиду Определенных Ситуаций Касающихся Нехватки Продукции Сейчас на рынке Начинают Довольно Неплохо Так забивать На качество И Проблема Кроется В том Что Вот Он привел В пример Он привел В пример Компанию Допустим Гигабайт Когда У парня Который Купил себе Видеокарту Было 110 градусов То ли На чипах Памяти По моему Короче 110 градусов То ли на контроллере То ли на чипах Памяти Видеокарты Немоверно Горячая Печь Получается И Секунду Эллисон Хотел Какие-то провода Эллисон Хотела Наверное Зеленый Гибкий кабель Сейчас Сделаем Вот Парень Этот был Из Беларуси Соответственно Купил Видеокарту В Минске Жил там В другом городе Который На расстоянии 350 километров И Ехать Ну Сами понимаете Развлечение Такое себе Я сейчас Прямо Пересказываю То что Говорил Товарищ Борода Нам Ой Это сломан Это можно продать Зачем Сломанное Нужно Правильно Правильно Нам нахрен Нужны Сломанные Вещи Что с моей Памятью Гибкий Зеленый Вот Он решил Разобрать Видеокарту Потому что До сервис Центра Ехать Короче Такое себе Гибкий Зеленый Да где они Вот Разобрал И обнаружил Что наклейки На термоинтерфейс На термопрокладках Были не сняты Элементарно Плюс ко всему Один из кулеров Начал шуметь Что вообще Прям Ультра Жесткая дичь Как бы Мне кажется Что Ну Обычные вертушки Это последнее Что должно ломаться Ну типа Окей Да Они постоянно в движении Можно сказать Что Блин Ну как бы То что в движении Может быстрее выйти из строя Но это самое простое Наверное Блять Что есть в видеокарте Обычный кусок пластика Да Который вертится Ну да Не все так просто Но тем не менее То есть Вы понимаете Там графический чип Контроллеры Плата Не знаю Интерфейс Охлаждение Термоинтерфейс Короче Все это То есть Там более сложные детали И ну в моем понимании Чем сложнее техника Тем больше шансов У нее сломаться Вот В данном случае Получается у него Один из трех кулеров По-моему Видеокарта Gigabyte Vision Такая белая Белого издания Она трехвинтовая Вот Вышло что Вышло что Один из кулеров Приказал Долго жить Ну начал шуметь Что тут было не так Центральный процессор А 8700 Ага Плетеный фиолетовый Все понятно Вот И он ее разобрал Написал в техподдержку Так и так Что Шумит Кулер Один из Кулеров Ему сказали Ааа Вы разбирали видеокарту Ку-ку-ку Все Гарантия у вас же слетает Молодой человек Пишет им Ну ок Можно ли купить В таком случае Кулер Он готов уже был сам поменять На что ему отвечают Нет Нет таких наличий Типа Не знаю Ждите Идите нахер И так далее Ааа Я хочу сказать Что Ну блин Мне не хочется быть тем человеком Который говорит Что раньше было лучше Но Блин До дефицита Вот этих всех Видеокарт И чипов Графических И процессоров Всего Как то что ли Ну Ну Как то понадежнее Все выглядело Прям очень жестко И Я не знаю Очень грустная ситуация Там обычный фиолетовый Или гибкий фиолетовый Господь всемогущий Дай мне силу Плетеный фиолетовый Христос Кабель Плетеный фиолетовый Где он Обычный Плетеный фиолетовый Вот Получается что Мало того что Человек покупает Продукт Который сейчас В диком дефиците Из-за этого он В оверпрайсе Так уж Что то не то еще Лоррейн Мартелли Боже Ладно давайте все разберем Тут что 7400 Устраивает? Устраивает Все Сейчас все разберем Посмотрим Мало того что человек Переплачивает Довольно много От первоначальной Масарпед цены Так он еще получает Некачественный товар Гигабайт Я рассказывал уже не раз В роликах Это мое личное мнение Никому его не навязываю Но у гигабайт Такие проблемы Блин Последние годы Это как уже Как пить дать Постоянно Какая-то Жопа Постоянно Какая-то Экономия На деталях То же самое С EVJ То же самое Очень хороший Пример Я вам Настоятельно Опять же Рекомендую Посмотреть тот ролик Там показывается Как реагирует Служба поддержки MSI Это просто жесть Если бы мне так Ответила Хоть одна Блять Служба поддержки Любая Не важно Компьютерная Эта техника Не компьютерная Я бы не то что Никогда не пользовался Больше Эта Ээээ Техникой Или Услугой Или продуктом Этого Производителя Я бы Максимально Отговаривал Всех Иметь какие-либо дела Потому что Настолько Бодловатое Отношение к клиентам И правильный Вопрос там задан Вы вроде ведете себя Как международная фирма А сервис у вас На уровне Рынка В 90-х Так нельзя Вести себя Так нельзя Даже Средние бренды Среднего формата Не позволяют себе Такое Отвратительное Отношение к клиенту А тем более Когда это Сложная техника Когда у людей Могут быть вопросы Там был пример Очень классный Что вот человек Купил себе ноутбук Ааа У тебя тут вообще Беда Ёб же У тебя тут беда Бедовая Хорошо Что у меня такая же Масайка есть Вот Купил себе ноутбук От Масай Кстати Между прочим Купил все Классно Чинно И замечательно Но Выходит такая Тема Что Из-за Тонкости Ноутбука Из-за тонкости Его Айсейн Который Айсейн Который там стоял Работал По факту Как Ай Пятый Потому что Потому что Троттлил То есть Я с троттлингом Хорошо знаком У меня В принципе Тоже тонкий Асус Рок Зефирус И Со временем Из-за того Что там Вот Эта нижняя часть Как бы Он приподнимается Если там идет Забор воздуха Короче Забивается пыль Плюс у меня есть Кошка И короче Жопа вдвойне Происходит с компом Ввиду того Что Ну как бы Пыль попадает И волосики Кошачьи Они Всюду Кошка длинношерстная Вот Температура Начала подниматься Со временем Я отнес его В сервис Мне его разобрали У меня была проблема Что Из-за нагрева Плюс Вот я постоянно Там играю Рендерю На нем Из-за нагрева Батарея немного Вздулась Ну собственно Я заменил батарею Заменил один из Кулеров Который охлаждал Как там не кулер Там как бы Две Два такие Короче Неважно Заменил одну часть Охлаждения Которая отвечала За видеокарту Потому что она уже Шуметь начала Вот Но в моем случае Я понимаю Это произошло Спустя там Уже два с половиной Года Как я им пользуюсь Несчадно Просто его День и ночь Он рендерит И вообще Но Когда вот его Почистили Все убрали Он работает нормально То есть нет такого Что он Начинает сбрасывать Частоты У него Адекватная температура Под нагрузкой Максимальная процессора 75-80 градусов Для тонкого ноутбука Это ок Я считаю Это прям очень даже ок Последнее Что там хотел Апгрейд память Гусь Апгрейд память Тебе сейчас делать будем Вот И Ну не знаю MSI Настолько Быдловато Отвечают По крайней мере Это MSI Я не знаю Это СНГ Подразделение Или это конкретно Российское подразделение Но Ужас Ужас Просто Я Я не знаю Посмотрите ролик И вопрос В чем Вопрос В Вопрос В Браке Которого много Очень много Последнее время Настолько много Что Страшно брать Какую-то технику Себе Тем более За такую большую цену Которую Она сейчас стоит Напишите пожалуйста Сталкивались ли вы С браком Именно в новых Деталях Которые еще На гарантии И Как вы с этим боролись Я могу от себя Рассказать Историю Какая была у меня У меня была Я бы не сказал Что это Прям Брак Но Все-таки Это наверное Скорее была моя криворукость Сейчас Секунду Отзыв 5 звезд Красиво Комп перестал включаться Но они все починили Обязательно буду обращаться Еще Спасибо Лорейн А еще оказалось Что в 3D Mark Мой комп Может выдать 7237 И они прям молодцы Ну как Демоны работают Рейджентек Метис Сильвер Голд Что это такое Это Корпусные вентиляторы Рейджентек Метис Где они Рейджентек Ирис Ирис Давай вот так Рейджентек Это что корпус А вот Метис А это корпуса Маленькие Микро Для меня ITX Понял Все прикольно Кстати Норм Секунду Давайте Я прочту сейчас Что здесь И продолжим Тему брака Здравствуйте Прежде всего Позвольте поблагодарить вас За работу Он говорит Что все программы Для учебы запускаются Еще бы Там Блин 1080 у него стояло К прискорбе У нас случился Небольшой инцидент В котором Фигурировали Трехлеткой Кусок пиццы Засунутый в компьютер Туда Где кабель От питания Он теперь Не включается Старший Истерит Что не может Нормальные уроки делать Вы не посмотрите Может его Можно починить Искренне ваш Дэвид Чодри Джейвид Чодри Менеджер Поработать с клиентами Минитек Сейчас стал Кулер мастер На 550 ватт Да без проблем Дружище У меня У меня есть Для тебя Блоки питания Причем раз Два Три Поставим тебе Что-нибудь Уроки Он не может делать С 1080 И Там по-моему Ryzen 1700X Хорош Комп Для учебы Стю Собакова Regular Corporation .com О опять Тут разработчиков Здания Спасибо за подсветку Можно еще Апгрейд Привет Это снова Стюарт Я надеюсь Что тебе все нравится Хотел поблагодарить За фиолетовую подсветку Она потрясающая Будь она Хоть чуть-чуть ярче Пришлось бы в солнцезащитных очках Играть Хотел узнать Не сможешь ли ты Немножко прокачивать Мой ПК Я тут купил Battleground 1 И хочу Чтобы он летал Чтоб Вжухи 60 фпс Буду очень признателен Если что-то получится Спасибо Стюарт Начальник Производства Новоделов И Regular Corporation Игра Плей�� Дай-ка я гляну, что у нас тут есть. А 8600к случайно не лучше, чем 7700? 7700, 4 ядра, 8 потоков. А 8600к, 6 ядер, по-моему, 6 потоков. Так, 7700. 8600к лучше? Я тебе поставлю 8600к. И материнку под него, это, соответственно, у нас кофе-лейк. 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 Можно какую-то немножко, не супер дорогую, можно взять вот ТАВ Гейминг, в принципе. Да, наверное. Или даже АСУС Прай, давай АСУС Прайм возьму. Так, и 1080. А 1080 у меня закончились, кстати, я уже все распихал. Есть Вега. Вега-64. Думаю, вот этот 970 я продам. Так, Вега-64. Рейтинг комплектующих. Вега-64. Блин, ну она на уровне с... Ой, у меня она на уровне с 1080, слушайте. Типа некоторые покруче, вот типа MSI, Gaming X+, Asus Rocks... А, нет, это тоже Вега. Зота КМП, Gigabyte Aorus, но она лучше, чем, допустим, Gaming Z, чем Strix, чем вот еще много MSI. Слушайте, а давай я ему, короче, закину Вегу. Вега-64. Так, 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 так. Или купить ему новую. Ладно, хрен с тобой, Турбобой. Держи вот такую. И все. Вегу оставлю на потом. Может кому-то пригодится еще. Ти Дуэлл, собака, бейсболист, инкорборейт и точка орд. Пикап очинить надо. Привет, можно попросить. Неудобно просить, но мне нужно кое-что отремонтировать. Я вообще не понимаю, что не так. Помогите. Пролил на компьютер суп. Он теперь все. Я его с рук покупал. Если что, сможете в темпе вальса сделать у вас бомбические комплектующие. Нет? Да. Че тебе нужно поменять, Асос? У тебя может сломаться и то, и то. Короче, нужно посмотреть, что у него сломано. Мать? Или ведюха? Может быть и то, и то сломано. Договорчики. Джей Гилмор, собака, дизель, мореход.еду. Новый ПК, очень надо, плиз. Друг сказал, что вы компы настраиваете. Вы вроде же хороший мастер, предзаказал. Батлфилд 1, очень жду. Осильте до 2-5-18-го числа через 2 дня. Люблю, чтобы все прям блестело, чтобы прям навехонько. Я фанат Intel. Можно поиграть в Батлфилд 1. У-у-у, сборка-то какая, сборка-то какая. Батлфилд 1. Рекомендуемая, наверное, да? Да, конечно. 7700, 10700. Тут все навехонько, чтобы прям блестело. А мы тебе, короче, кастомную систему соберем, где закрыть. Все для водяного охлаждения. Мы возьмем вот этот ЕКВБ. Мы возьмем бачок один какой-то, вот такой, за 250-го. Ой, ватерблоки новые открылись, кайфетски. За 70 баксов теперь есть ватерблоки. Теперь можно покупать не за 300, а за 70. Потому что были только вот эти, ЕКВБ открылись с Альфа-Кулы. Альфа-Кул тоже неплохая фирма, кстати, между прочим, если вдруг кто не знает. Очень даже годная. Возьмем вот такой черненький. Ну, короче, просто 1080 берем и не выезживаемся. Так, шланги. Можно какие-то шланги взять новые, нет? Хотя мало их. А вот тут я бы купил что-то. Фитинги. Черный хочу. И никелированный фитинг. Кладагенты у нас все есть. Так, итого у нас выходит минус 400 баксов, которые мы потратим на коннекторы. 1385, еще минус 30. Доставку 1355. Хорошо, 1400 округляем. Это уже видеокарты такие есть. 1400, значит, мы еще берем тебе процессор 8700K. Да, материнские платы. Coffee Lake, Coffee Lake, Coffee Lake. Так, берем тебе планки памяти. Планки памяти, я думаю, мы экономить не будем, дружище, потому что, как бы, да, у тебя денег бюджетных для компа много. Поэтому поставим тебе какие-то вот лютые 2 по 16 гигабайт. Я думаю, вполне зайдет вот такие 2 HyperX Predator. А почему нет? Блок питания. Тут нужно, да, тут нужно взять хороший блок. И, в принципе, FISP Hydro должен справиться с этой задачей. Вот так. Корпус. Корпуса, 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 корпуса. Что-то вместительное, чтобы система жидкостного охлаждения залезла, и все было красиво и вообще дичайше по красоте, как говорится. Антек. Гангнир. Он там какой-то фанат чего-то. Фанат Intel. Intel я тебя уже взял. Raijin Tech Selenos. Ой, блин, хочу посмотреть на Selenos. Так, и нам нужно хранение данных. Это у нас просто по стандарту, потому что это стоит дешево, и тут 1 терабайт SSD. Так. 400, 400. Это у нас 800, это 1100. И еще очень грубо, если... 400, 1500. Мы идеально вписываемся в бюджет. Невероятные цены, Daily Deals. Нам тут хотят продать всякую хрень, которая нам не нужна, поэтому мы ничего не покупаем отсюда. Это закрываем. Это мы уже заказали. Доставка на следующий день. Все красиво. Вот, продолжаем нашу историю с браком. Я говорил про то, когда я... Вроде бы как. Вроде бы как. Вроде бы как мне попался брак, но на самом деле потом оказалось, что это мои кривые ручки. Я, значит... Я, значит... Собирал себе комп, купил себе систему жидкостного охлаждения, кулер Master Master Liquid Pro 240, как до сих пор помню название. Вот. И проблема была в том, что один из кулеров на ней, там двухсекционная... Двухсекционная система жидкостного охлаждения, шумел. Он гремел и создавал вибрацию на корпус. Прям бесило это очень жутко. Я, так как это была моя первая вообще когда-либо установка системы жидкостного охлаждения, боялся перекрутить, чтобы там ни хрена не повредить. Потому что, ну, все-таки эти крепления, где закручиваешь ты винт пластиковый, чтобы не сорвать ни резьбу, ничего. Вот. Посему где-то месяца два я жил с такой легкой вибрацией. Она, конечно, не мешала когда-то в наушниках, но раздражала. Очень сильно раздражала. По итогу я психанул и докрутил... Пересобрал комп, почистил его, докрутил до конца и нормально все было. Я очень долгое время думал, что это брак. Очень долго. Мне прям страшно было, потому что заказывал я это все... Я это покупал не у себя в стране, заказывал с Германии. Даст отправлять обратно в Германию это время. Сидеть без... Ну, типа, да, я мог взять какую-то любую систему охлаждения, не жидкостную, обычную воздушку поставить. Баксов за 15-20 какой-то залман перформа X5. Она вполне неплохо бы справилась. Но я хотел ту. Я хотел именно ту. И вот. Поэтому не всегда нужно грешить на технику, а чаще всего на свои криворукости. И слава богу, что это было так. Но... В смысле? Ты чё, падаль, не подходишь сюда? Длина 170 миллиметров. Ага. А... Блядь. Ладно. Блок питания. Покороче возьмем блок питания какой-то, я понял. Давай, вот, Silverstone 750. Придется так заказывать. На сегодня. Короче. У меня знакомый, хороший, как знакомый, одноклассник сталкивался с проблемой, когда заказал себе блок питания. Причем блок питания какой-то лютый. На 1300 ватт. Это было, вам, чтобы не соврать, наверное, лет 8 назад. То есть это год 2013, может быть, 2014. Это стоило неимоверную кучу бабла. Оно и сейчас будет стоить неимоверную кучу бабла. Но тогда это стоило тоже ультрадорого. И... Короче, полетела эта вся история. Приказала долго жить. Сказала, иди ты нахер со своими хотелками. Так, ой, возьмем никелированный. Красиво будет. Да. Огонь. Ага, понял тебя. Давай сюда. Слышь, падаль. Чтоб тебя волки выебали. Шланг. Подключись. Спасибо. Нормальная такая система получилась. Вот, у него полетел блок питания, было грустно. Хорошо, что за собой не унес ничего. Потому что это было бы еще грустнее. А по тем временам там был какой-то... То ли 980 Ti. Что-то вот такое. И там их две было, короче. Какая-то очень лютая система. В которой, если бы помимо блока полетело в что-то еще, была бы полная жесть. Но, вероятнее всего, вероятнее всего, я подразумеваю, что это из-за перепада. Из-за перепада напряжения произошло. И хорошо, что блок был все-таки защищенный. Там, какой-то, не знаю, лютый платинум 80. И, короче, он при этом резком скачке напряжения, дальше него ничего не пошло. То есть материнка не сгорела, ничего из строя не вышло. Но было печально. Было печально, потому что ему нужно было искать тоже блок питания на большое... Да где, блядь, хладагенты? На большое количество ватт. И это было сделать сложно по определенным причинам тогда. И дорого. Вот. Но. Он был на гарантии. И плюс был в том, что он написал в техподдержку производителя. И ему сказали не просто, вышли нам блок и жди ремонта. И мы просто выслали новый. И, если что, это были блоки питания Thermaltake. Поэтому Thermaltake гигантский респект за их техподдержку. Просто лютая. Так, блин, этот Мартони вообще никуда не подходит. Я его продам. Очень-очень хорошая техподдержка. По крайней мере, была 7 лет назад в Европе. Именно европейская техподдержка Thermaltake радует. Вот. Так, ОС устанавливаем. Насчет брака. Будьте аккуратны сейчас. Сейчас техника горячая. Из строя выходит еще быстрее. Ввиду температур, которые подаются на все компоненты. И это касается и телефонов. Новые телефоны на топовом железе на 888 Snapdragon тоже неимоверно быстро греются. И это прям очень даже нехорошо. Блин, классная сборка получилась. Мне прям нравится. Вперед, конечно, сюда никаких-то вентиляторов не хватает. Ну да ладно, тоже выглядят неплохо. Это как кровеносная система. Мне нравится. Это сюда. Так. Раз. Два. И, конечно же, три. Мы сейчас это все быстро с вами закончим. Будем заканчивать серию. Это компьютер парнишек, который... Да. Для учебы комп. Конечно же. Для учебы комп у него благо питания полетел. Это я продаю. Ставлю тебе тоже 550 ватт от Corsair. Красные кобелечки тебе подключаю. Все. Красиво. В общем, я надеюсь, что вы не столкнетесь никогда с браком, дамы и господа. Вы никогда не застрахованы, но тем не менее. Я желаю вам этого. А если столкнетесь, то, как говорится, желаю еще, чтобы легко это все было решено. Так. Тут вообще все нужно разбирать. Уйти доила, потому что что-то от Асуса сломалось. А что именно? Хрен его просышь. Потому что это может быть как мать, так и ведюка. А может быть и то, и то. Это будет вообще жестко. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите поделить свои истории. Был ли у вас какой-то брак? Как вы это решали? Я уже сказал это, но я усилю тезис. И буду рад почитать, подискутировать на этот счет с вами. Видеокарта. Видеокарта не сломана. А вот материнская оплата. GGVP. Z370G. Z370G. Продать. Что-то тут еще сломано у тебя. Давай я уже все разберу, потому что потом, кажется, еще блок питания сломан. Знаю эти истории. Блок питания нормальный. Хранение данных. Нормально. Остальное мы установить не можем по определенным причинам. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Окей. Asus у тебя стояла. давайте такую же возьму опять доставка на сегодняшний день придется делать хорошо материнская плата prime или вот эту тебя взвода татья взял держи стрикс красивая серебристенькая так 8 600 кей тебе сюда раз планки памяти ну ты конечно мудак тидуэл почему не посмотрел а можно бы уж не ставить все отлично и болен на все равно в ней 16 гигов но но хватит тебе одной планки просто интересно там было 16 гигов интересно с 8 600 кей вот этот low profile thermal take нормально справляется все хорошо как с температурами дела там еще какая-то видеокарта появилась а в фантом гейминг то видимо что-то из пкб и привезли это убрать это поставить тидуэл тидуэл давай и чего так погоди ну эти мать переустановил что у тебя еще вирусы есть скажешь мне давай проверю или тебе не нравится что было 16 гигов а стало 8 мне тоже не понравилось не то-то сломанная планка была это нет ладно если что закажу сейчас такую же тебе джи скилл трайден z royal 8 гигабайт 3 200 нет а у погоди а может я отсюда вытащу чем у нас здесь вая я этот препарирую свой так секунду тут вот 16 гигабайт планка 3 866 лютая поставлю себе пока royal просто из своих и своих запасов вырываю ради тебя дружище до засветила зеленым до 16 гигабайт нужно было поставить свои запасы отдаю свои запасы понимаешь насколько я ценю клиента 5 звезд чтоб поставил мне слышишь так тут что да все вспомнил здесь мы с вами меняем мать с процессором и видеокарту есть такое дело чтобы он смог сыграть 4к пабк хорошо материнская плата asus prime лично процессор 8600 кей это хорошо система охлаждения что было вот это могу тебя поставить какую-то жидкость но если хватит деньжат но все это дело хочешь а нет я тут все вспомнил не выйдет жидкостный ладно держи обратно своим верхняя панель так планочки памяти возвращаю тебе на место держи раз держи два видеокарточка видеокарточка есть 80 для тебя папа кабеля не хватает давай фиолетовый как у тебя там все фиолетовое будет красивая кабель не хватает все все хватает всего хватает все фиолетовое красиво бас радушки так сдаем сдаем принимаем бабки принять оплату спасибо 5 звезд принять оплату 5 звезд принять оплату провели диагностику отремонтировали сверхсветовой сервис 5 звезд комп офигенный спасибо спасибо просто лють жуть гус хх собака falter net.sc идеально больше памяти меньше проблем теперь у меня идеальный пока и как раз вовремя экзамен на носу надо бы поднажать с проектами отвлекаться пока на игры спасибо гус хэмко ps не допустимая самооборона конкретно в этом случае не канает мужик так и сядет новый комплектующий корсар л л 120 джб лет и 140 и в джей джей 87 футауэр райзен эйт корт без 700 это уже интересней это уже интереснее что у нас здесь что у нас здесь за доллар можно за доллар можно взять и пойдет дамы и господа пойдет за доллар купил я марту давайте заканчивать на сегодня я благодарю вас за то что вы посмотрели эту серию подписывайтесь на канал подписывайтесь также на телеграм-канал и группу вконтакте ссылки на которые вы найдете в описании под роликом ставьте лайки комментируйте увидимся в следующем пизоде прохождения пока building simulator и в других играх всех обнял